Что-то. Один, два, ноль, ноль. Это Найт Сталкер. Для Резолюшена. Интересно. Ну, как бы, ок, хороший герой. Хороший герой. Жарко, что мы, конечно, не видим всех героев, которые доступны. Вот где-то здесь, сбоку, было бы это, наверное, интересно посмотреть там. Бэйном, как бы, отвечает, тоже вполне, вполне современненько так. Вивер, уу, это интересно. Алло. Алло, здравствуйте. Бэйн, Вивер и Найт Сталкер на наших экранах. И еще и Таск. А еще... А откуда это все пикается? Это герои появляются, а я это не вижу. А, это же сам этот. В компьютер рандоме, да? Ну, рандом-драф. Там, получается, на выбор предоставляется игрокам... Короче, 20 случайных героев, игра случайно выбирает 20 героев. И игроки по очереди могут выбрать из них, там, кого-то себе. Почему мы не видим драфта? Вот я не вижу драфта. Ты видишь? Опять героев сверху, опять снизу. Ну, я вижу, как появляются герои. Или ты не видишь? Ну, ладно. Мне суть важна. Главное, что сейчас будет весело. Вон, хантеры, версии. Дриверы. Ну, да. Вопрос к тебе вот такого характера. Пока ты отходил, мы с чатом здесь пытались общаться и интересовались. Интересовался я у людей. Что бы вы пожелали нашим командам в новом году? Опа-на-а. Да, земелья. Земелья. Говорили мы все нянем. Ну, да. Что командам пожелал бы? На помине. Да, что бы ты пожелал командам? Ну, во-первых, побед. Побед. Чтоб больше команд видеть, во-первых, на мейжерах, во-вторых, на интернешналах. И во-вторых, то есть в-третьих уже, чтоб ваши команды хотя бы в троечку или сказали достойные даты, что СНГ Дота может еще биться, сражаться. Хочется победить. И вообще красивый Дота показывать. Красивый Дота. Мы были гордые за своих ребят, за всех. Окей, отлично. Отличное пожелание, друзья. Так что присоединяемся к нему. Пусть будет больше побед. Нет, ну а что вы там наголоснуйте, что вы там выберете, мы, наверное, проверим чуть-чуть позже. Ну-ка, рассказывайте нам, смайл, про земелью. Что вы о нем знаете, как он вам, хотели бы его увидеть в Кэптэнс Моди, что интересного в этом герое, играли ли вы? Сейчас в Кэптэнс Моди он вообще не нужен, потому что это имбалансный герой, у него очень сильные ютки. Камни вешеные. Если игрок умеет на нем играть, и он отыграл большое количество игр и знает, как грамотно все делать, то герой имбалансный. Его в Кэптэнс Мод нельзя сейчас добавлять. Даже помнишь, что он был, его еще переделали же, да? Вот там полгода назад, сколько там. У него он был чуть-чуть другой. Вот, честно, нет, не помню. Я помню, что лансеры переделывали, и террор-блейда там убрали. А вот протягивал, а сейчас он кипотал. А, да-да-да, все-все-все, понял, да. Вот, и сейчас чуть ли он не сильнее стал, если ты задрот этого Эр-спирита, сейчас ли чуть ли он не сильнее был, чем он тот. Сейчас посмотрим, вот если Рамзес умеет на нем играть, а походу он умеет на нем играть, если он на так его пикнул, а он керри команды, то все-то будут огромные проблемы. Он плохо все сейчас сделал, чтобы, на самом деле, зажать там этого Крепа. Вот тут вот, если ты нажмешь Enter, увидишь надпись All is one of flyer. Нажал, читал. Пишет Flyer, что он... Понял, да, читал. Ну ладно. Ну посмотрим, может, может быть, они специально так говорят, а на самом деле все он умеет. Герой жесткий, с аганимом, там, со всеми этими вейлами, потом уже в драконах. Итак, у нас в центре встречается айсберг с Алохой, один на вайпере, второй на Zep7, против земели, против Рамзеса стоит на Алохе. Сейчас все, 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 все будет на Алохе. Угу. Угу. Вот так вот. Габлачок подрезал. Помог. Вот так вот. Окей. Кентаврик и Дизрафтор. Фейн Номерает. Идизрафтор. Фейн Номерает. Сразу же. Угу. Фейн Номерает. Ушел в инвест, с смертью. Ну, как бы. Фейн Номерает. Фейн Номерает. Фейн Номерает. Фейн Номерает. У нас экшен опять на всей карте начался. Ну да. И вот опять же прилетел Габлак сюда, пытался как-то оху. Еще раз немножко напрячь. Ну, не получилось. Ну, сейчас в моду же идет на всякие Слардаро, флейны, да? Угу. Он помимо того, что Слардаро имбалансная ульта, что там этот минус армора он очень сильно решает, он еще очень мобильный герой. Он может там на третьем левеле пойти, куда-нибудь в миддл заехать и с этой там стана и ускорялочки. Угу. Угу. Габлак вообще не ожидал истории. Но спасай этого Рамзет с притяжением. Маны нет больше Дизрафтора, вернуть не смогут. Аэриспирит, он, наверное, из самых крутых вот этих героев, которые могут стоять на сцене. Он может там на втором левеле пойти и тонну просто дамаж со своих двух скиллоп нанести. Угу. Ну, тут скорее всего Сашка сейчас умрет, потому что Гучи Афтерлайф подрубил. Так, Сашка просто стоит на месте, отдается, ну, наверное, понимает, что ничего с ним не произойдет хорошего. Резоль разменивает бойна и еще и с варма. Вот так вот, жучки прицепились, жучки жгут, жучки кусаются, Афтерлайф с спиной. А на развороте я не знаю, чего Резоль не захотел его убить про то. У него очень большой кулдаун на Шикучи. В Призоле очень много армора, у него было 7 стиков, просто 2 тысячи и дал бы этот нюх. Нюх очень много, да, международной 160? Ну, да. В целом можно было попробовать, но почему-то, видишь, не рискнул. Ай. Нужны победы нашим командам. Вот, может быть, из-за таких моментов не получается иногда там добрать, когда они доигрывают персонажа, когда там... Ну, вот, когда, знаете, до конца гейминг, что называется, чувствует своего героя, чувствует персонажа, что вот он может исполнить на нём. Иногда вот, ну, не то чтобы колено трусится, но вот немножко не доигрывают там каких-то эпизодах, там не добегают, там не разворачиваются и не там что-то ещё другое делают. Да, 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 есть такое. Как раз не чувствую, что герой тут самое главное. Он вообще так... Вайпер вот что-то не чувствует или чувствует? Ну, он просто разменил? А кто лоху на него поставил? Слушай, а он чувствует, там почти убил девца? Вот если бы там... А, нет, 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 нормально, сейчас сталкер подбежит, или не подбежит, или не подбежит. Там РМЗС, он должен видеть его в инвизии вот раз, и накатываться должен был уже, уже катиться должен был. Ага, вот так вот, ну, разводят они Резоля. Ну, Резоль всё равно выживал бы, он очень толстый, прекрасный эти тики, ещё не использованные краснотой линии. Ну, да. Ну, как бы там ни была, первая ночь, и 4 на 4 счёт. 4 на 4, у сталкера остается пока нет, но у него 5-й левел близко, хотя на 5-м, скорее всего, он нюк прокачает, и он действительно много дэмэджа вносит. Может быть, пассив, когда надо было на 1 пожертвовать, иметь ещё и Саленс, тут гоняют, кстати, Таска. Саленс против Вивера, по-моему, это мастхэв, просто бросаешь Саленс, всё, герой мало ХП у него, брони там, ну, тоже не самое огромное число, и можно, можно очень быстро убивать. Есть просветка у Таска. Если он сейчас, вот сейчас он выйдет, ну нет, там Бен подходит, опасно уже. Перезолюшен спокойно. У Бэйна можно вкуснуть, мне кажется. Стоит. Ну, вот в итоге Бэйн покусит, заслипал Сашку, он, правда, получает себе нюк, тем более... Надо было дать нюк, разбудить Сашку, чтоб Сашка свои нюки дал моментально, а так он дал просто Бэйну возможность сожраться. Ну да, так камень летит, хорошо, Резоль, Резоль по Тавру зашёл, но за ним двое, Резоль бежит, Резоль, а видно-то, ещё и камень туда же, Саленс, но сейчас его может быть жучок загрызёт, жучок, жучок, жучок сбрасывает себя в жучка, поживает. И Вайпер ещё забирает у нас, как раз, у Зевса. Еле-еле уходит. Бэйбэк и ульт, любые ульт. Ну вот, реально же можно убить. А, подожди, а бэйбэк есть? У Зевса нет бэйбэка. Но через десять секунд. Слушай, а он сейчас, он его убьёт. Мне кажется, он не успеет долететь. Смотри, пять, четыре, три, два, один... Будет давать? Ну давай. Хорош! Хотя бы... Ты не могги разоружить из неба. Он был Ey,'л�� не былоundred, увидеть, что нет тп и нет ботинка, что он будет бежать до базы. Так, развернулся, флай встречает诉оактику опасность, за руной, за руной она не получится. Аденойд! Руна, молодец! Вот там ещё и къентавры, щи всему высота. Флай, вот так, флай убили. Окей. Окей. Пауза. За Habit. За хormoosh. Да враг, кстати, Даггер скоро появится. Больно-таки. Ну да. 4 КЛД осталось. В принципе, да, можно зайти в лес, там как-то стандаблет, Кирипов убить, пачку одну-вторую и всё. И будет. Смотри, там наверху вроде как. Хвост сейчас умирать должен, там буквально через 2 секунды шкучат. Катятся и всё. Хвост уже не уйдёт. Не промажет автолайф. Чайми не потеряет его из виду ночью. Ну, там же жучок. А, там жучок, да, висит. Не заметил. Да, 100% умрёт. Ну да, в общем, Сашку похоронили. Что ещё интересно у нас на карте происходит? Ну, интересно у нас ещё... Нет, ничего больше. Айсберг там вроде бы на своей половине реки и сложно будет как-то там вот уцепить. Да, экшен он регулярно. Вон, 13 фрагов в полминуты делается. Да, 2 фрага в минуту. Такая нужна зрителя. Не смесите, ребятушки. Ну, в общем-то, да. Ну, мне так кажется, что если сравнивать доту, которая была вот там несколько назад и сейчас всё-таки дота по активнее стало. Сейчас уже как бы среднее время карты там 35 минут. Ну, среднее, да. То есть, да, игры есть и по чату, но как-то бы быстрее играются и поживее и всё-таки, ну, вот один фраг в минуту это вроде бы, наверное, уже стандарт такой вот. Там 30 минут 30 фрагов. Ну, вроде как, неплохо. Чем дальше туда, к чемпионате, когда играешь, чем дальше к финалу, тем команда совершает меньше ошибок и более аккуратно играют. Ну, все её киллы делаются там через шок, аккуратно, либо где-то в другом месте. Ну, обычно через мат. А потом уже начинается экшен, так вот пять на пять. Идёт? Сашка. Выживешь, не выживешь? Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Так вот. Ну, и на камне укатывается Рамзес на реку и дальше пойдёт по каким-то своим Рамзесовским делам. У нас умирают на миде. Да. Ну, теперь он, конечно, наверно... Слушай, а реально он или не убьёт? 360 хп? А у Зевса? А, нет, 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 нет. У него 210 или сколько? Ну, здесь 15, здесь 25 даже. Не, не убьёт. Не убьёт. Ну, и в откате там, в общем, короче, не судьба. В этот раз точно не судьба. Что ж, 7 минут за нами. Самое главное фармило на карте, как ни странно, паник. 24 крипа за динайл, 42 убил. Вот так вот. 42-24. 4-24. Интересные цифры. И да, даггер вот буквально пару крипов он добьёт, сходит в боковую лавку, получит так. И летит в центр Зевс, вновь возрождённый. Тут тапок появился уже, ну наконец-то. Да, один из самых медленных персонажей в игре, вайпер. Вот даже с тапком у него скорость перемещения равняется скоростью перемещения энчантрасбитных каких-либо сапогов. Ну, у него, его скорость передвижения компенсируется его твердостью. Карлзахским. Ну да, 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 да. Дополнительные. Дополнительные протектора есть. Угу. Встроенный. Золь, выход на топ. Курьер Сил Света был убит. Так, Курьер там кто-то где-то подрезал. Это баунти-хантер, видимо, был. Так, Габлак делает. Что это дело? Ой-ой-ой, Саллин. Сейчас стану на Дезоли. Дезоли... Резоли избивают. Так, Сноубол. Прячем. Прячем. Кентуауэр ускоряет. Хорошо. Ой, Зевс там должен какую-то ульту. Нет. Даблэтч. Паник живет. Паник уходит. Вайпер пришел. Вайпер сражается. Флайл. Больно. Флайл погибает. Ну, тут что, и Габлак под 3. Вот ультимейт тебя ловит. Габлак погибает. Так. Афтерлайв хочет до конца доиграть. Хотя бы саппорта забрать. Так, забирай саппорта и назад. Возвращается на ультимейт. Красиво все сделал. Даблкил красивый был. Просчитал все там, конечно. До мелочей. Но все же... Неплохо. В нижней линии атакуют. Давайте посмотрим, что там показывает Fight Recap. 563 мейта зарабатывает Империя, 718 их противники. Ровненько. Ровненько, да. Ну и возвращается уже на линию. Как минимум Рамзес. Есть там самый... Алоша Дэнс. Но нет, Алоша. Алоша уходит. А так, а он Бакли покупает. Ну понятно. То есть, есть, наверное, необходимость собрать Мекку. Считает команда Империя. И поручает это задание именно Вайперу. Меж тем, время-то уже, так скажем, дебюта встречи прошло. Герои свои левла получили. Вот, можете сравнить. Левла отстоит немножко сейчас Ти Спирит по левла. Ну, естественно, у них там Баунти Хантер есть, который в качестве варда там бегает, очень много времени проводит вне линии. Он Хантер все неплохо, на самом деле. Он сейчас 6-й левел быстро получит и пойдет. Сверху у нас опять. Угу. Уфир. Почему? Хорошо, ускорились. Есть там, есть вот этот Магнитайз. Рамзезу больно. Рамзез погибает. Там все намагничены. Так, Вайпер взорачивается. Рамзез умрет. Он не пробьет Аллоха у него. Морок 15. А там же еще один камнезем все-таки убивает кентавра. Хорошо. Там все умирает. И снизу тоже еще килл. Ну, там кто нас. Ха-ха-ха-ха-ха. Если я не ошибаюсь, там вот эти вот камни, земель, они обновляют ультимейт. Да, они продолжают. Как раз заново как Дум. Вот тут. Угу. Загоним. Ну да. Если Дум с вами рядом, то как бы ультимейт не сбрасывается с вас. То же самое и камни делают. Джош, 12-13. Вот уже интереснее становится. Вайпер, кстати, несмотря на все свои заключения. Опять 200 над ворса у него. И, ну, считайте, что Мека готова. Здесь правда не отстает. 5-900 у него так наверху. Резоль опять с жуками. Afterlife за ним. Заходит в кусты. Видно, есть ТП. Будет спасать сейчас Дизраптор. Но поздно уже. И поэтому смеяет телепорт. Ну, конечно, у Ивера там double damage. Прилетит сюда Дизраптор. Возможно, он бы еще и погиб. Да, у Дизраптора просто нет телепорта. Мека готова у Вайкра? Ну, вот она, да, показывает Дота, что приехала Мека. А когда у Зевса там какой-то блинг будет? Я не знаю, что он вообще будет. Он Медас собрал. Да, такой. Медас, кстати, если все быстренько есть, то почему? Нет. Как раз. Два артефакта нужно. Сейчас огоним быстренько тоже на белый цвет. Ух! Ты видишь вот этого расстояния? Да, да, да. Это просто жесть какая-то. Сашка, блядь, не поняла. Ну, сбивают. Есть, конечно, основы болки. Там раскоряется. Основы болк вкатывается в Габлака. Габлака назад. Себе притягивает. Рамзе вверх. Ультимайт там еще. Вот он, вот он шарта прилетел. Хорош. Намагнитил Фанника. Фанника больно. Втроем просто Фанника разбивает в разные стороны. Кайтит его. Но убивают. Так, вот. Минус два делает наверху. Я на Симперии сейчас не дрался. Куда ты идешь? Алеша. Сейчас все поумирать. Шторм. Алеша. Слайм хочет разменяться. Слушай, но он его убил, да, но... Так, благ. Бегут, бегут. Рамзе с камнем. Камнем, камнем. Лицо, еще один камень. Новый камень по Нофиру. Ой-ой-ой-ой-ой. Резоль должен всех выбирать сейчас. Но... Нет, ну... Я думаю, Рамзе должен убивать, да. Нет ПР, он закупает. Уже там все брейсеры покупают. Что-то еще урну какую-то. Мм? Ну, доиграли эпизод, что называется, имперцы. Вроде бы проиграли битву, но потом там смогли прийти новые персонажи. Включиться в сражениях. Даже еще и выиграли, судя по Fight Recap. 1300 зарабатывает. 882 в то время Team Spirit. Ну, уровненько, на самом деле, можно сказать. Опять же. Хорошую лицу поставил Денраптор. Если в рулете такой не было, то... Все печально намного. Там и Зевцы уже открутили всего скиллы. И он где-то застрял. Застрял у нас в форме. Угу. Почему Денраптор самый любимый герой Нессы? Ну, это надо, наверное, Нессу спрашивать. Башню сил света на верхней линии атакует. Тактус камешек полетел. Они просто не прекращаются. Давай, 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 давай. Ну, просветили. Габлака. Габлаку больно. Габа погиб. Там вот эти вот магнетайзы продолжаются. Денраптор кто-то возвращает. Едет свитимейт. Алоха. Погиб. Триплкил уже. Слушайте, Сайленс. Альсберге. Бегает Афтерлайв. Заслял. Заслял. Нет. Ферни погибает. Погоня дальше будет продолжаться. Зарезолим. Возможно, его заберут или нет. Ну, там же видно его. Жучки-то жучки-паучки. Афтерлайв бежит. Афтерлайв бежит. Афтерлайв бежит. Это отпустил. Зунс Блэсс. 4-2. Да. 4. 4-1. 4-1 разменялись. Никто... Темспирит больше не умирал. Двое умирали. 4-2. Вру. Ну, вот. Флайер попытался исполнить твой ультимейт. Знаменитый. Шарды еще есть. Пост их не кидает, я не знаю. Ну, шарды, шарды. Афтерлайв бежит. И вообще, хотя бы на иниечку надо было прокачать Сигир. Он очень много. Замедление атаки на 30. Замедление передвижения на 10%. Это серьезно. Хотя бы на иниечку надо качать всегда. Весьма полезный. Да. Действительно, скил. Так. Рунку забирает. Резольф все-таки задействовал урну богатства. Афтерлайв. Снобул вкатывается. Салис на нем. Ай! Афтерлайв очень больно. Он все еще жив. Нет, уже мертв. Так. Там треки. Фаник. Фаник. Сражается с Рамзесом. Рамзес. Рамзесище погиб. Надо подбрасывать себя этих неприятных жуков. Еще и попармить. Не отпускают вообще друг друга. И делают киллы. Потом другие приходят, тоже делают киллы. Потом в ответочку там идет опять через ульту Зевса какой-нибудь. Ну, хорошо. Есть ультимейты, кто-то выигрывает. Смотри. Оп, хвост. Сейчас подальше, подальше на хостах отвезти. И там хвоста убить, смотри. Не, не сможет убить. Мех, 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 мех. Все, да. Да. Ну, было близко. Было близко. Можно еще продолжить. Ох, хорош габлачок-то. Правильно делает. Бросает крипа. Отскакивает от крипа по тому персонажу, по которому трек. К сожалению, чуть-чуть не хватило дэмэджа. Мидл будет забирать, наверное, имперцы. И сейчас тут будет тоже опять замес. Графики быстро посмотрим, друзья. Ну, графики не показывают какого-то преимущества. Это хорошо. Безидется с крутимой этого очень трудно драться будет. Очень трудно. Такое нападение на айсберга. Его подтягивает к себе рамзет хорошо. Но все равно айсберга пытается заспокусить. Его бьют же всей команды. А там еще и Аллоха-то подстрял его. Флай просто держит. Флай пришел, подошел к облак. Так, снова было взбивают флай ультимейт. Хорошо. Флай жив. А вот у Сашки проблемы. Сашка просто пытается это сделать и... Что не накахнуется? Рамзет. Ну-ка, Сашка. Сашка живи. Сашка пытается убежать. Шарды бросает на развороте. Но сам погибает. Резоль тут остается. Но на нем трек висит. И... Нет. Ого. Вот так вот. Даже драться даже хочет. Просто... Бегает рамзет. Рамзет бегает и сэвид всех. Он даже не хочет ничего... Стать бросать, чтобы нападать. Он просто тупо притягивает своих. Да. А потом соберет Аганима и еще и будет превращать в каменные статуи противников. И их еще бросать куда-то. Отбрасывать будет. Или их притягивать. Хех. Так. Там где-то блин был. Нашли. Афтерлайфа. Кстати, что армии неприятно, конечно, стоять. Но... Вернули назад. Ну, да ладно. Ну, а почему таймлапс не прожал? А хотя там... Может быть, да. Не было смысла. Может быть, все равно бы вернулся. По позицию, когда у него было мало хп. Ну... Ладно. Не суть. Так вот. Трэк. Слип. И... Что? Где камни? Где камни? Земля. Снизу. Камни. Ну, хорошо. Ну, нужен же камень какой-то. Так. О, еще и трэк там слетел. Хорошо. Больно. Ох, расстрел. Габлака. Вот он камень. А там мега подхиляли. Больно габлаку. Габлак. Габлак. Яд. Яд работает. Ну, что ж, двоих пока потеряли. Ну, правда, раньше вивера. Так. Вкатываемся в Рамзеса. Панчим его отправляем в высоту. Рамзес. Успел, конечно, перед смертью прожать все. Стройки-то прям не влипил. Ну, да. Он такой. Не особо жесткий. Но, на самом деле, все равно пользует него очень много. Смотри, 12 ассистов он сделал. Ваш силы на страны линии, атакует. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Неплохо. А что ты про Оракл откажешь? Насколько им баланса на Ракову? Ну, все вот эти балансные герои пока нельзя добавлять. Конечно, силы на центральной линии разрушены. Они либо уменьшить, либо там одно ставить. Какой-нибудь там не будет работать. Там вот дэмэдж, да? Который в сезоне проходит. А другой там нюк, который заряжает он. Сделать его чуть поменьше. Башню сил света наверх. Тоже сильный очень, герой. Очень сильный. Надо фиксить. А. Я знаю, как это будет. Ну, в общем, да. Задача перед командой стоит. Команды разработчиков. Я думаю, сфрок там что-то придумает. Да. Там изменяясь, фрок даже делает. Он же всегда советуется с профессиональными игроками по поводу всех фиксов герой. Как по фиксу. Турены, там, майлки, пупеи. Все всегда советуют. Вот. И с нашими ребятами тоже общаются. О. О. Оракул. Турены, да. Нашли. Нашли. Но фера. Кентавр пытается заставить его? О, нет. Он думал будет нападать, не думал. Поэтому он манцевал. Он хотел ставить ультимейты все свои. Потом понял, что просто потеряют свои ультимейты. Ультимейты на топе. Фаник не хочет со мной играться. И, пожалуй, просто так умру. Ну, да. Делаться было некуда. Ну, хотя бы в размен выходят. Вот тоже неплохо. Кстати, Фаник может, типа, дать блин и стан. Но, опять же, никто не придется кому помочь. Ну, что же, разменялись в раме. 25-25. Счет ровненький. Неплохой артефакт выносит себе к этой минуте габлачок. У него имеются грипсы. У вивера БКБХ. Ну, и можно, наверное, думать о том, что на карте имеется неплохой такой герой. Ну, не знаю. Рошан, это кто? Он не герой же. Он не энш. Он просто отдельный какой-то юнит. Здание. Движущиеся. Движущиеся здания. Знаешь, как это в Варкрафте было? Что прорвались из земли. Там всякие здания у эльфов, по-моему, выходили. А, да-да-да-да-да-да-да. Вот такой же он, дядька. Вот. Короче, Титан. Титан здания. Рошан есть на карте. Можно, наверное, придумать что-нибудь с ним. Конечно, физ урона в одной-второй команде не так уж и много. Ну, вот прям, там, откровенно супер крутых физдамагеров типа на Барсасе нет. Но, правда, еще и медаль, кстати, нет. Наверное, тогда не будет. Не, хотя есть вытаска медалька. Так-так-так-так-так, нашли или не нашли. Афтерлайфом вроде бы. Дезолятор какой-нибудь, может, если вивер соберет, будет нормально дэмэдж. Ну, да. Двойная атака. Почему нет? Ну, вот они, вот они, бойцы бегут. Смотрите, Флай, там за ним дальше. Рамзес и еще дальше Зевсик. Ну, бегут, 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 бегут. Кстати, Аганим там, кстати, так, говорите, меж тем получает. А сейчас ночь. А что Аганим на Эрспирити? Чтоб он был в этой игре. Ну, да. Ну-ка, 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 так вот. Полетел Хамик, прилетел. Ой, хорошо. Зевс ультиматом начинает эту супер драку. Назад вернули, спит пока Алоха. Алоха держит. Ну, как-то очень быстро все закончилось. Алоха прожипает. Алоха больно. Там камни дальше лежат за ТВРА. И заместик что-то не очень прошел, если честно. Просто имперцы якобы защищались. Они бежали назад. И просто их там разбирали. Тех, кто попал под горячую руку. Вот так вот как-то получилось. Да, быстро какой-то рассказ дали. Там всех накослили на пол ХП. И Вайпер не смог мегу дать. Его... Грамотную позицию занял. И просто ульту его схватил. И все. Вайпер он вообще ничего не делал. Не бил. Ни меку не завязал. Ни стик не завязал. Просто герой выпал из драки. Угу. Да-да. Доггеры. Ну вот он. То есть здание погибает. То есть здание, да. Он тоже в горы дотиком был. Потому что некоторые скиллы нельзя было взять. Типа, когда наводишь. Говорили, что... Нельзя применить это заклинание на здание. Угу. Ну вот. Окей. Это так нет. Не будем, значит, применять. Не будем, значит, применять. Но... Учитывая, что Aegis появился у Spirit, естественно, они продолжают свое давление. Есть крипы, с которыми можно подойти к таверу. Ну, соответственно, можно какой-нибудь все-таки уже еще более интересный файт показать. Идет спугает вообще вот так. Один в стене был с тонов. Аганим уже на подходе. Мидасик есть. Этот сейчас 16 ловил тоже быстро подзаберет. И... Редного носить будет багать. Ну да. Ну, его взяться тоже. Пайп хорош. Угу. Башню сил твы на центральной ловиле атакуют. Башню сил света на нежной линии. Башню сил света на нежней ловке. Ну что? Давайте драться. Ну, глубоко отступай. Теперь ты девс ультимейт, хорошо, Сашка снова болит тебя, там бкб авторлайв прожимает, что делать с этим бкб непонятно, так подхилили его, ну, Сашка дал панч перед смертью, конечно, но, как бы, это все, что он смог сделать. Три тп просто делать, хотя словить этого наглеца Паника, у которого буквально, ну, сколько здесь, 180 хп на один юг, если что, Бэйну, который там 300 чистого вливает урона со своего брейнсапа, но надо же еще найти. Ну, Фаник сейчас бежит на левый магазин, вот, видишь, он даже сам, наверное, указывает, что у тебя худ. Бегу в левый магазин. Так, окей. Ну и к вопросу о Пайпе, да, мы возвращаемся? Вопрос о Пайпе вернул у нас Фаник. Так, 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 подцепили Резоля. Ну, не подцепили, просто остановили на какую-то секундочку, слишком быстро, 465. Настоящая Бугатти. И может обнаружить Вивера. Но, как бы, Вивер тоже палец такой, парень такой серьезный. Погоди им, что здесь с голды узи? Что было 1300, прям, он, ребят, 1500 брал, а он того же забрал. Поэтому. Хорошо. Так, ну вот, все-таки, но встретились. А они, но нет. Блинк, смотрите, то у Спирита появляется. Хороший, ты фаник. Будет теперь более мобильным. Вынужден выложить боту, конечно, но ничего не поделаешь. Блоку нужно тоже одно из телепортов. Или смог заезжать телепортов. Владимир свой забрать, который валяется. Ну, по кувре. Так. БКБ, Кобежим. Ну, кстати, мне нравится, как Астерлайф играет. Он вообще не жадничает насчет БКБ. Он постоянно его прожимает. Были прецеденты, когда там некоторые персонажи просто не прожимали БКБ. Особенно, когда вы слоу-граунд, да, вот, заходите на хай-граунд. А тут вас уже пятеро ждут, встречают. БКБ вы все прожали. Да, и, естественно, уже и не прожмете. БКБ держат. Да, 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 да. Вот как-то так. Как-то так. Зиас, что, столько же ультанул, да, проверил, кто там где. И насчет... Зачекал просто. О, пайп есть. Ну, и физурон является у Team Spirit, у Афтерлайфа. Опять же, Дезоль к нему сейчас прилетит. Соответственно, демеджа будет чуть-чуть больше. И брони будет чуть-чуть меньше у противников. Так, в Смаке стоит габлачок. А, не в Смаке, он в инвизе стоит, показалось. Дезолятор прям создан для вивера этого. Сейчас демеджа работает, все работает. Дезолятор дешевенький, там, 3500... Все много дома дают. Слушай, а такой вот вопрос. Ты интересную тему такую поднял, скопнул глубокую, наверное, на самом деле. Ведь многие же механики, которые сейчас работают, вот та же, чем эта атака, да, с Дезолем, они же раньше-то не работали, потому что там, ну, грубо говоря, были там уникальные модификаторы атаки. Сейчас вот, например, тот же Дефуз, это не уникальный модификатор. Как? Это лучше или хуже стало? Это лучше. Потому что для... Сейчас ты можешь собирать почти на любом герое, любой артефакт. А раньше ты должен выборочно был это собирать. Это той же Урсетом. Угу. Дерабыл собран. Ну, многие, что их там все копирчат. Угу. Ну, то есть это лучше, игроков? Конечно, артефакты для всех. Собирай артефакты всем, какие захочешь. И... Башню силы тьмы, наверное, не имену. Окей. Что ж, вперед в атаку. Тим Спирит, Тим Спирит, Тим Спирит. Погнаись. Башню силы тьмы. Тим Спирит. Можно, конечно, на него внезапно напасть. Башню силы тьмы. Он не так, чтобы совсем внезапно, конечно. Салявую тавру дадут. Просто... Когда вот саппорты пушат, то уже можно по одному этому действию сказать, что защита тавра не будет. Вот она внезапная атака. Алоха, правда, не погиб. Башню силы тьмы. Антутом завязал. Меку всю завязал. Так, Розоль. Ну-ка, поди все равно. Поверочка. Хороший слип. Был сейчас пополчен. Угу. Рамзет всяктива тембер. Ускоряет всех, все разбегаются в разную сторону, бегут назад. Панику болен. Но Фьер. Так, по Рамзет. Рамзет пытается уйти на камни, но не получается. Камень тоже демидж получает. Как это ни странно. Турфлай. Сейвил, сейвил, сейвил. Все равно он умер. А Вивер уже на топе. Почему подраться не захотели? Ну, может, его бжачок Фьера скидает? Даел. Могли бы спокойно подраться. Не знаю, у них все было. Ну, вообще-то да. Но, может быть... Еггес, нет, я все пропал. Вверх были там БКБ, ультимейты. Могли бы спокойно. Может быть, задача стояла перед ними. Забрать тавер. И все. И отступить. Может быть, не хотели заходить. То есть, Антиас Рампы спускаются. Почему бы и не подраться тут нахал? Ну, вообще-то да. Если рыбка сама активно на крючок прыгает, почему бы ее и не выдернуть? Ну, вот как-то, как-то почему-то что-то произошло. Да ладно, в общем, опустим этот эзот. Лучше давайте посмотрим на айсберга, у которого там уже плюс 2 300 в кармашке. Медасе, конечно, работает исправно. Ну, тут, конечно, дело не только в одном Медасе, но и в нем, в том числе, 2 500. Пора, наверное, уже задумываться о том, чтобы окторин какой-то или рефрешер. Что лучше, окторин или рефрешер? Рефрешер лучше. Да, инстант. Вот, ну, я думаю, он может, наверное, сейчас даже не рефрешер уходить в какие-то такой артефакты до мобильности, а либо травла себе купить. Либо дакер. Мне кажется, скорее, может быть, даже и травла. Ну, хорошо, посмотрим, как бы деньги есть. Что подпушивать? Уже время вступило, как раз-таки, хап. Если теленю какую-то пуху, эти 4 парня на одной линии отряд, ты прилетел в драм. Да. Ну, это да. Он может и сразу рефрешер, если захотеть, захотеть какой-то хайграунд. Рефрешер очень. Смотрим, что у нас будет. У нас есть Дзраптор, да? Дзраптор 1050p. Ну, да, это минус Дзраптор. 140 и 640. 280. 25. Ну, где-то будет 1050, да? Ну, да, минус 210. 1000, 1000 даже. Ну, фулл-хп будет снимать Дзраптору просто с двух альтера почти. Все еще пассивки там наработают и так далее. Угу. Кп залетит там. Он просто умрет с две. Повесит. Повесит. Умер за две. Вот так вот. И так про него и напишут. Умер за две. Умер за две, да. Ну, к сожалению, да, обладает Дзевс. Ну, к сожалению, для тех, кто... Саппорт, у которого ты еще хп, Дзевс обладает разрушительной просто силой. И не обязательно ему вас видеть, чтобы убить. До Рошана показывает нам таймер. Да? Что? Зачекал, ребята, опять. Ага. Гангов не было, потому что вижу на карте противника нету, и поэтому надо осторожных гангов перестраховывать. Ничего страшного, что он ее заиграл. Просто за тот же драку. Смех секунд. Уберечься. Фактически такой ультимейт. Тоже необходимы такие действия. Кстати, насчет артефактов. В Розуле там скоро БКБ появится. Вот после ультимейта Дзевса чувствуют себя имперцией, ну, так скажем, на коне. Могут немножко понаглеть, выйти, поставить ворды. Может быть, даже там вокруг Рошана повертеться. Может, там какие-то лени отпушить. Но они на самом деле две отпушили из них, вот осталось только по ботаму. Но они активно ищут драки. Смотрите, у Розуле есть, естественно, Аганим и Гем. То есть ему видно, все прекрасно. Что-то на какого-то прошлое. Они поняли, что скоро Рошан появится, и поэтому пошли поджимать вообще всю базу. Ни одного ворда просто, ни одного ворда нету. Они не могут спушить. В этой линии собраться пятером и как-то аккуратненько, аккуратненько пойти. А это очень трудно сделать против сталкера. Так вот аккуратно. Ну да, только под смоком надо идти. Ну, они сейчас и будут как раз под это сделать. Так, поехали. Вордачекали и погнали. Но они это сделали очень плохо, потому что на меди крипы. Видишь, на меди крипы. И если это никто отпушивать не будет, Империя уже прочитала их, что они где-то бегут. Потому что реально мидл непонят пушит. Ну, а тут хотя бы должны лететь молнии Зерса. Которые вот здесь вот на меди крипе стоят. Ну, вот сейчас вот. Ой, нашли. Ой, нашли. Алоху нашли. Бакабай сразу же Алохо прожимает. Хорошо, все-все-все реагирует. Флайв. Флайв в ультимейте еще не прокастовал ультимейт. Флайв погибает очень быстро. Там тоже чёрно стоит. Астрлайв, походу, что-то не чёрно, снова вкатывается. Астрлайв не знает, все побегут в разные стороны. Байбайк от... А... Флайв хорошо. Рамзе стоит, Рамзе станкует, астас погибает. Габлак остается здесь один. Вопросов строим, обраматерс. Габлак погибает. Экс, я сейчас треки поразбрасывал, но дальше-то ничего. Трипл киклок его в итоге совершил. Трипл киклок, еще Бэйм сделал байбэк. Да, Бэйм сделал байбэк. Чё дракон не закончил, сейчас еще могут поймать. И ловит, ловит его, да. Его убьют здесь. Ай-яй-яй. Четырых ультерпил. Контролька от Саши Дэнс. Вот так вот, вайпер, который там... Ой-ёй-ёй. Ты выбросил микрофон просто? Нет, извини. У меня тут сработало на... Фигня тут, на телике, это... Я сдернул, получается, микрофон резко себе. Я подумал, тебе так просто файт подрался. Да что они там сидели? Sorry, sorry. Не-не, все в порядке, все хорошо. БКБ, вот он, у Талкера. И теперь с позиции силы можно действовать, поскольку... Ну, давайте посмотрим на график. График показывает ноль. Наверное, такую же температуру показывает и у меня термометр. Вот зима совсем, конечно, не чувствуется. Ну, благо в доте у нас снежок идет. И новогодний дух дарит нам команда Империя, Team Spirit и Дэнселл с супер замечательным турниром. Там сейчас что-то делал, Team Spirit, на самом деле, появились вот эти две БКБшки, которые просто только одни из ключевых, что у Сталкера, что у Вайпера, и так бить трудно. А под Блокимбаром и вообще его... Сейчас полдраки по нему Вивер бил, он его просто старапал. Гладил его с файмдэмэджем. Ну, он так вот, несмотря на его Дэзольф. Нужно какой-то, наверное, критический урон Виверу? Ну, много ему и нужно еще. Наверное, он что будет собирать сейчас? Да, если даже появится. Может, МКБ? Ну, МКБшечка, наверное, да, перестраховаться на всяких пожарных, чтобы потом ее не собирать лишний раз. Ну, Дейдалус, ну... МКБшку, конечно, МКБшку собирать. А полезно всегда, и что можно... Соло будет гангать, чтобы тебя там не ТПш, но с какой-то... Угу. Тувачечка полезно. Ну, да. Мобильный, МКБшку вот подлоит. Атака тебя всегда улететь могут. Да-да. Тем более шансы там немаленькие, 30%, кажется. А гиро-ренджевой, если, допустим, башер собирать, то... Ну, были, конечно, прецеденты там башеров на гирокоптерах, но это там уже совсем в жутком лейте, когда нужен прям не башер, а бисер. Да-да-да. Это нормальный артефакт. Я уже видел такие на Шадо-Финде. Угу. Лейт с блинком. О, рефрешер. Еще красивый симптом килл был, шел Эмбер-спирит, ничего не боялся с линкен-сферой. Угу. Я забавную штуку видел. Значит, Бэйн собрал лотус, орб. И, в общем, дал на него ультимейт Сикер, а он потом после ультимейта на себя лотус поставил. Но там как-то так произошло, что, короче, Сикер не мог его бить. Ну, Бэйн просто стал на месте и стоит, да? Ультимейт Сикер работает, если там ты бежишь. Короче, вот. Но и тут Спирит Брэйн включается в работу. Он дает первую способность по Бэйну. И Бэйн начинает, ну, вот, срабатывает, он начинает бежать. Если стать через КП. Такая вот история была. Нормальный развод. Хотя будет, можно так очень сильно. Ну, в общем-то, да. Ну, опять же, нужен лотус, а лотус... Ну, вот лотус тоже хороший артефакт, но в отличие, например, от медалей, ну, от Солар Креста или от Глимера, он, ну, не так часто появляется. Не настолько востребован, ну, полезен. Ну, в общем, короче, в итоге не настолько полезен, наверное. Лотуса как раз появляются в игре, вот, где вот есть всякие имперспириты. Героев, которых очень трудно поймать. И на них так как акцент делается, вот, на их поимку. И вот лотусорбы, там, лотусорбы и линкенсперы вот всегда есть, когда поздняя игра с имперспиритом. Потому что этот мальчик очень худой, у него там 10 армора, по-моему, на 25-м левеле своего. 10 армора, и никакого жесткого прибавления у него нет. Его команда не дает пассивок, там, всяких кирас, ладимиров и так далее. И вот всякие шадоуфинды просто за три удара убивают, на самом деле, в этом лоте. Ну, так не входит, с ручки не дерется, он только фигами бьет. Ну, так на самом деле и есть, еще и пусть герой не собирает в себе таких артефактов. Спирит, что мы знаем про спирит? Это, там, БФ, да, доедалус, доедалус, там, рапира. То есть он никаких киражных, здесь, например, для мобильности очередной же. Так, вот тут напали на хайграунд, габлака вернули влево, сноубол по габлаку, варлус, панч, ой-ой-ой, минус габлак. А пайп работает. Взрыв какой-нибудь зайдет. Вот и есть репрессер, да. Сейчас нужно ждать, пока пайп, сейчас пайп спадет, и вот после этого начинает раствор. Сейчас, герой как раз вышел. Для этого и стараться как-то без фаундистанта разбить. Нету, в сторону будет на халяву давать. Аеггер сесть. Айгер на нижней линии нарушили. Да, ну успел назад, сноуболт. Хорош, был репрессер, теперь Сашку преследует. Ускоряется кентавр, Сашка пытается убежать, но его жучок-то грызет. Жучок сбили жучка или нет, да. В общем, все хорошо. Два... Ну, Аеггер потерял Алохо и держит его, держит его Бэйн. Хорошо, и там форстар взул его далеко, глубоко, чтобы никто ему ничего не сбил. Вот так вот, ну а паник заходит, стан дает по-двоим. Парфит себя назад, заслепали, там Розоль, 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 Розоль на спасать БКБ, Розоль прожимает, там на магните или всякого только могли. Розоль бежит, битвы уже не будет, потому что все в разные стороны разошлись. Но, потеряли... Заезжали Team Spirit, сколько они заезжали всего, они заезжали два ультимейта Бэйна, они заезжали там... Ой, два ультимейта Зевса, там ультимейта Бэйна и... Умер-то, один Дизраптор, и вообще хп никто не потерял почти. Ну, еще Аеггез забрали, правда. Аеггез, да, еще свайпера, но потому что у него слишком много дел. Ну, вот, кстати, для такой минуты, если не так уж и много урона, если смотрите, 6900 урона, причем 4300 Зевс. Я, конечно, с паникой просто раскастовывался. Если бы он нормально раскастовывался, ему нужно что-то делать, ему... Даешь ультимейт, даешь там первую-дорую быстренько, ну, рефреш, и опять ультимейт, первую-дорую. Тогда с пассивки еще нормально залетает дамага, он там под десятку мог нанести. А-а-а. Там была паника. Да, паника была, потому что его там хопстапнули, им нужно было что-то делать, драку продолжать, начинать ультимейт выкинуть у себя. Из-за этого он нормально паскастов вообще не делал. Ну, это уже у нас карта более напряженная, конечно, такая. Вот сейчас, кстати, где-то 2 фрага в минуту получается. 33 на 31, то есть 60 фрагов и 38-ая минута. Еще один чек от Зевса. А, вот сейчас Зевсу Акторин можно собрать. Это как раз будет... Сейчас он нормально зайдет, потому что и в ультимейт у тебя будет кулдауниться, и рефрешер, то же самое, будет кулдауниться. Так, там ускоряют Сашку. С Акторинчик будет неплохо. Акторин отрывала, как и Грекцию, то, что сейчас. Ну, в Акторин отрывала и там и вместо Медаса, и не знаю, собрать. Ну да, может быть Хекс понадобится еще. Дагон 5, такие еще более... А если ему Вейл собрать? Вейл тоже ничего. Но Вейл может собрать, на самом деле, баунти. Братагоним или баунти, да, вот тоже может собрать Вейл. Где-то все лучше. То, что покруче, короче, да? Да, еще круче. Ясненько. Ну, окей, тогда желаем, конечно, Айсбергу успехов в сборке артефактов, где никому не занимать. Здоровье, главное. Здоровье. Да, главное здоровье. Ноуфер, что ноуфер? Главное, кстати, Вейл-то, от кого заезжает у нас, пролетел Олесон Афлайл, Хелмаху Айрон Вилл. Ага, ага. Да, там и будет этот самый Вейл. Вот он, где кроется. А может, мы разгадываем? Мы знаем. Пазл, 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 да, складывается в судоку. Хорошо. Когда Аганим, где-то Раптора появится? Никогда? Да, он даже не будет тут. Нету. Надо на выживаемость что-то собирать, чтобы переживать там атаки как раз Вивера, того же... Втолши взять для от Зевса. Я бы на его месте какого-нибудь... Не знаю, в телепорт, может, скинул даже, и в Локу все купил бы. Так. Переживать ультимейты здесь сам. Интересная история, сейчас Резоль подставляется, но БКБ вот поражает его. Флай прыгает, Кентавр, стан отпускает, Флай вернули назад, Флай больно. Все, во Флай просто полетела, Флай очень быстро, он стиль БКБ, все парни прожимают. И по Виверу все, так, Вивер, мой, Вивер там со спины, Вивер со спины с Аллохой сражается. Ой, как больно, это Аллохи, а Вивер, то сейчас его развалитель едет, Вивер, так, таймлапс ушел, убегает, два в лапка размен, гоняются там за габлаком, к баку больно. Внизу здесь Фаник против Афтерлайф, Афтерлайф пытается убежать, Афтерлайф бежит, там есть треки, Афтерлайф видит, что там еще и Резольф, набрасывает на него урну, Афтерлайф бежит, афтерлайф бежит. Дампл Эвэйдж по Афтерлайфу, но Девс подошел, Девс помогай, давай, молния, первая, вторая, третья. Лет, Ай-яй, Сайленс, подставился Айсберг, Денай, 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 Вивера полечешь? Что же не Денайцы не дают возможности? Вивер полетил, он умер. А, умер? А, ну да, он... Ну, вообще не резон умер, он умер, что он умер. Ну да, 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 да. Хотя бы не это... не дался бы врагу. Ну, как-то так. Как-то так. Вот уже... Слушайте, ну вот, если по файтрекапу смотреть, то урон вносили только Вивер и Зевс. В общем-то, в Баунчхантерс не бьет Бэйна, но ты видел, что с ним произошло. У него просто как нэпсов накинулись, просто разорвали его. А кто еще? Ну, и Спирит тоже не выдает дэмэджа, потому что есть пайп, включаются сразу включаются блокенбары на определенных героях. Это все происходит под ультимейтом... Вот, с агониммом. Ну, там все дэмэджи, наверное. Потихоньку начинают имперцы пересиливать своих противников. Хотя, вот если графики смотри, то... преимущество есть, но крайне небольшое. С каждой секунды все слабее и слабее становится. Ну, реально, не о чем драться. Контр вообще не бьет, он никакого дэмэджи не наносит. Он может накинуть пару треков и кинуть издалека свой ТОС. Если он зайдет в драку и начнет бить кого-то с руки, он моментально окачует. Угу. Да, там еще и кираз появляются всячески на резолюшенах в Балтии. Владимир, здесь как раз и есть. Вот, все, два идеальных и еще оркет. Ну, Afterlife, смотрите, какой хитрый. Правда, здесь прилетел Сигил. Зубасненький такой, смотрите. Быстро погиб Сигил, но там уже подходят к Afterlife. Так, по тех сторону. Айфлай, подставился Флай. Ну, опять же, все, Флай летит. Панч там забрасывается. Резоль, БКБ прожимает. Сравноджем сражается. Сравноджем очень быстро погибает. Afterlife там дальше на хайграунд. Запрыгивает кентавр. Есть танк. Габлаку больно. Флай слипает. Паника. Так. Габлаку там больно. Габлак бежит. Внизу, тем временем, что происходит? Внизу происходит убийство Рошана. Ну, вот так вот. Вивера еще убили. Что забрали? Айфлай забрали. Айфлай забрали. Вот так вот. Так вот на хайграунд можно подниматься. Вивера нет. Байбайка. Надо хотя бы зачекать. Знаешь, как в покере? Чек, чек. Чек, чек. Ну, давайте чекать. Такое ощущение у меня складывается, что, наверное, будет 1-1. Ну, по картам имеется ввиду. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Согресс. Провязали. Парту уже провязали. Важать. У нас вторая игра. Да. Это у нас как бы третья, но вторая. Стоит побега. Башни сил тьмы на центральной линии разрушены. А ну да. Казармы сил тьмы нет. Короче добивает, уже реальный 2 пера, нет устраиваться, нечего. Мне не пробьешь. Вообще как не пробьешь. Ну да. Казармы сил тьмы на центральной линии атакуют. принес потом нет ни за бэбэк одесса что он решит или нет нет ничего не решает ну такая тоже плюс-минус в определенном момент ровник игра ну да еще по 43 на 34 тоже забавно почему 11 правильно получается у нас почему 20 у команды габлока ливнул из прошлой игры да как она просто грамм у нас прошлая игра была там где рандом драфт был а точно все точно да 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 там абадон и быть